2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Вы уже познакомились, есть много людей, которых вы не знаете. Ко мне с ней подошли люди, которые со мной встречались еще в 90-х и потом спрашивают меня, а вы меня помните? Как бы мы все меняемся, друзья? Мы все меняемся, хотя мне сказали, вы не поменялись, вы не изменились. Но я честно скажу, я полысел, я стал бриться после 90-х, наверное. Во вторник вечером, если кто-то был на ретрите, поднимите руку, кто был на ретрите? Хороший ретрит был, правда? Было что послушать. Во вторник вечером на ретрите я говорил на тему «Границы сострадания в служении». Кто помнит? И немного говорил о четырех видах почвы. Мне показалось, что я вышел за рамки обычных понятий в этой притче о почве. Конечно же, я согласен с тем, что эта притча о сеятеле четырех видов почвы имеет в себе евангелиционное послание. Именно это разговор или притча о Слове Божьем, которое сеется, да, и мы принимаем, и хорошая почва принимает. Но я затронул момент такой очень важный, что в наших общинах люди когда-то приняли слово, покаялись, изменили свою жизнь. А через время, три, четыре, пять, а может, десять лет, кто-то стал каменистой почвой, потому что обиды, проблемы, ситуации сложились. Кто-то стал совсем почвой, так сказать, при дороге, дорожная почва такой, да. Кто-то стал почвой, которая полна плевиум. И ситуация очень интересная, потому что, что Ишуа говорит, что пускай плевелы и пшеница, то есть зерно доброе растут вместе. И он говорит, не вырывайте плевел, пускай растет. И вы знаете, я сразу понял, а это так надо, потому что при росте плевел среди нас, не имеется в виду среди верующих людей, а вообще мы находимся среди, вот посажены среди плевел, да, они заставляют нас быть тем, кто мы есть. Мы должны быть зерном или же колосом, который приносит 30, 60 и 100 крат. Мы должны быть различными, чтобы нас не путали с этим миром. Поэтому Ишуа говорит, пускай все растет. В этом-то будет и разница. Но знаете, я хочу еще раз вернуться к этому интересному вопросу грязи. Да, говорится, грязное слово, слово сеялось. Но сегодня вернусь к этой почве. Меня так это зацепило, что я начал говорить немножко неординарно. То есть не так, как обычно его об этом говорят, что меня понесло дача. Знаете, когда нет тормозов, уже несет. Я сегодня буду говорить вам еще одну притчу, еще одно сельскохозяйственное состояние нашего тела и нашего разума, нашего духа. Марка 4, глава 26 по 29 стих. Откройте со мной вместе, пожалуйста. Это важно, чтобы вы почитали. Читали и, надеюсь, вы уже эту притчу давно прочитали. Божье царство похоже на то, как если бы человек засеял поле. Проходят дни и ночи. Человек то спит, то бодрствует. А семена всходят и растут. Он и сам не знает как. Ведь земля сама дает плод. Сначала появляется росток, затем колос. Колос наливается зерном. И когда наступает жатва, человек приходит с серпом сжать. Кто из вас читал эту притчу? Половина. Я понял. Нам нужно начинать цикл проповедей, как читать Библию. В данной притче мы видим важные принципы успеха, которые заключаются в получении ожидаемого урожая и жатвы. В этой притче говорится принципы, как получить ожидаемый урожай. Потому что картина жатвы для каждого из нас, для верующего человека, является неким успехом в априори. Когда мы говорим о жатве, мы говорим о том, что мы пожинаем тогда, когда мы что-то сеем. В априори это успех. В априори это нечто великое, что-то огромнейшее. От того, что ты наслаждаешься и получаешь радость. Но если всмотримся вот в эти вот, не принципы, а в эту притчу, потому что притча это не поверхностное состояние принципов. Это глубокое откровение тайны. Поэтому Ишуа говорит, я говорю вам тайну. То есть притча является глубокой тайной, за которой открывается истина. Но если всмотримся, мы сможем увидеть несколько направлений для назидания нашей веры и для того, чтобы мы были успешны. Давайте об этом поговорим. Важным нужно подчеркнуть последовательность событий для достижения результата. Мы должны увидеть, что есть последовательность. Для того, чтобы получить результат, нужно следовать последовательностью. Сначала появляется росток, затем колос, колос наливается зерном, и когда наступает жатва, когда она пустует, тогда ее изжнут. Бог знает, друзья, дорогие, те, кто смотрят нас в эфире, Бог знает последовательность всякого дела, которое должно произойти с нами и на этой земле. У Бога есть последовательность всякой вещи под небесами. У Него есть закономерность, что, зачем происходит. Последовательность приводит к результату. Может быть, это будет для вас откровением, но последовательность приводит к результатам. Если человек болен, принимает последовательно некую микстуру или таблетки в малом количестве. Нельзя выпить целую бутылку и сказать, я здоров. В последовательности то, что приписал доктор, приводит к каким-то изменениям. Поэтому, рассматривая последовательность, надо помнить, что Бог приводит нас к успеху. Божьи планы в твоей жизни начинаются с последовательности. Но если ты сбиваешь последовательность, там нету успеха. Невозможно изменить последовательность, добиться успеха. Вы понимаете, что я говорю? Когда мы следуем последовательности, закономерностям, не переставляем то, что за чем должно идти, тогда будет успех. Если мы начинаем переставлять, если мы пытаемся изменить и достичь каким-то коротким путем успеха, его не будет. Поэтому, растратить свои кровно заработанные деньги до отделения десятины не сильно хорошая идея. Знаете почему? Потому что она противоречит библейскому порядку. Поэтому и секс до брака, это ужасное предложение, имеет последствия. Всему есть порядок и последственность. Знаете, есть еще одно предложение от Всевышнего, есть последовательность. Псалом 99, кто помнит, 4 стих. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Есть последовательность даже в наших служениях, в порядке нашего богослужения. Наше время лучше бы проходило вообще по жизни, если бы мы начинали наш день, нашу молитву не с прошения, а с благодарением. Есть последовательность. Мы хотим перепрыгнуть, а Бог говорит, нет, у меня есть для тебя предложение. Сделай то, что прописано в Писании. Я как говорю уже, в наше время лучше, чтобы мы начинали молитву с благодарением. При всех наших нуждах, все, что мы проходим, переживаем, нам нужно все равно начинать с благодарением. Если кто-то из нас приходит на собрание и не благодарен Богу, что они приходят с ингалятором, а знаешь, что есть сосед какой-то рядышком, то нужно, наверное, начать с того, что я могу дышать. Потому что Писание говорит, все дышащее, это что? Славит Бога. Если ты находишься без ингалятора, ты пришел сюда скучный, кислый, тебе нечем сказать. Хочу первое сказать, ты без ингалятора прославь Бога. Ты не на искусственном дыхании, лежащем в госпитале, и ты здесь находишься, твое время прославить Бога. Есть последовательность. Несмотря на мое состояние, мою слабость, я буду в первую очередь славить Бога, который создал меня, довел меня до этого дня. А потом я могу просить у него о милости. Потом я говорю, Рахим, Господи, милость уяви. Есть последовательность, за которым будет результат. Всегда. Всегда будет хороший результат. Но многие пытаются сжать преждевременный успех. Многие люди научены преждевременно сжать успех. Я уже говорил однажды, один из американских проповедников во времена Советского Союза имел привычку выписывать такую газету «Труд». Помните такую, уже ее нету, наверное, нет ни труда, уже нету, ни известий, ни правды никакой нету. Но он выписывал труд, потому что там говорилось об успехах Советского Союза. И он заметил, каждый год один и тот же колхоз делал такие вот маленькие поправочки. В этом году колхоз Ильича смог сжать, собрать урожай на три дня больше. Раньше, чем в прошлом году. Хорошая новость. Помните, да? Пятилетку за три года. И когда он начал собирать, через 15 или 20 лет сборая такой информации, увидел, один и тот же колхоз делает успехи. Тот за неделю раньше собрали, то еще за три дня. Он посчитал, что эти люди раньше пожали, чем они посеяли. Как так возможно? Есть люди, которые пытаются сжать раньше, чем они делают свой вклад. Мы тратим наши деньги, пытаясь впечатлить людей видом и вещами. По причине незнания, приоритетов и близкого, растрат, мы преднамеренно разрушаем обетование или обеспечение Божие. Мы забываем, где приоритеты. Ну, это так, просто я говорю как к слову. Но все же мы возвращаемся к этой притче. Вот то, что я сказал, это ничего не имеет общего с этой притчей, о которой я вам говорил. Это просто так, на всякий случай. Попреседовать хочу и размыслить вот на чем. Над выражением, которое очень интересное. Человек тот спит, то спит, то бодрствует, а семена сходят и растут. Он и сам не знает как, ведь земля сама дает плод. Знаете, вот это выражение меня немножко так впечатлило, впечатлило именно откровением, что мой Бог, мой Бог, наш Господь знает все, Он всемогущий, вездесущий, и если я перестану противиться Его воле, наверное, мне станет легче жить. Вы понимаете, что я говорю? Нет? Здесь несколько элементов интересных есть, вот в этой притче. Человек, первое, засел поле. Поле он засел, он не взял эти семена, тихонько, чуть-чуть, где-то оставить на полочке, или в своем сарае, он сеял семя. Второе, он наблюдал за процессом, он вставал, ложился спать, смотрел, и он, самое интересное, он не знает как. Он не знал как это растет. Вы скажете, ну, те времена не было у нас, биологии, зоологии и всех остальных. Мы сегодня умные. Вот это, наверное, и проблема наша верующих людей. Мы чересчур умными стали. Все, что приносит плод в нашей жизни, даже в нашей жизни, всегда будет встречаться с оппозицией. Всегда будет встречаться с противостоянием того, кто не хочет, чтобы мы имели успех и рост в Боге. Мы всегда будем чувствовать, что враг будет рядом. Если, я вам скажу так, если вас враг не беспокоит, тогда вы для него не опасны. Если у вас нет проблем, ситуаций, обстоятельств, если не беспокоит вас это все, тогда вы для него не опасны. Знаете почему? Потому что враг знал, кто такой Ишуа. Перед Ишуа они падали, кланялись, исповедовали его Господом. Вы не помните, да, бесноватые? Бесы падали перед ним, а религиозные люди скрещивали руки гордые и говорили, ты кто такой? Бесы знали, что он всемогущий, поэтому сильно просили не сгонять темные или там засушливые места и с ними имели диалог. А мы иногда, честно сказать так, об этом сомневаемся. Кто он? Они-то знают, знаем ли мы, кто он? Ишуа путем притчи учит нас принципам Царства Небесного и нашей веры. Мы благословляемся не тем, что мы слышим, но тем, что мы делаем. Мы можем сказать, какая классная проповедь, услышал. Вы слышали там этот проповедовать? Вы слышали то, что было сказано? Я хочу вам сказать, мы благословляемся не тем, что мы слышим, не тем, что мы слышим, а то, что мы делаем. Что мы производим, тем мы получаем богословение. Кто из вас испытывал одну вещь? Мы знаем, что нужно старикам помогать. Знаем? Кто из вас чувствует, что вы благословенны тем, что вы знаете, что нужно помогать старикам? Мало. А те, кто чувствует вас, что, когда вы помогли, вы пережили чувство радости, что вы сделали это. Другое состояние. Абсолютно другое состояние. Если бы вы делали то, что вы знаете, из того, что уже вы научены, я вам скажу, вы бы выросли. Мне часто говорят, Рэбе, я не знаю. Я перестал или перестал расти. Я не знаю, что еще делать. Так делай, от чего ты был научен. Те, что ты знаешь, примени в практике и начни расти. Потому что наших знаний сегодня так много. Но мы не принимаем наши знания. Не применяем их в деле. По этой причине Иешуа очень часто в своем послании к людям говорит и делает упор на Царство Небесное. Ты-то смотрел фильмы Царства Небесное, не пойму, что это такое. Но Царство Небесное, это некое послание, к чем пришел Иешуа. Потому что мы о Царстве Небесном не так сильно много слышим до Его прихода. С Его приходом мы начинаем слышать новое заявление, новый призыв, новое обращение Бога к человеку, где я, я хочу, чтобы вы были. Послание Царства Небесного. Знаете, иногда это мистическое царство для многих из нас теряет фокус, потому что мы о нем ничего не знаем, мы о ничем не видим, мы не знаем, как оно раскрывается, мы не знаем, о чем они говорят. И говорят, кто-то может нирвана, или что-то еще какие-то, еще другие какие-то слова используют. И по причине того, что мы теряем фокус, куда мы идем, мы не понимаем принцип этого Царства Небесного. Но Иешуа в своем послании он говорит о Царстве Небесном. И это очень часто, потому что нам необходимо понимать, куда мы идем, зачем мы идем, почему мы идем. Потому что очень часто мы спрашиваем, что за царство, где оно находится, когда оно придет, как делали ученики. Явным образом или нет? Иешуа говорит, Царство Небесное, оно похоже. оно похоже на что-то. Он говорит, что это как семя, маленькое семя. Малое семя, очень незначительное, но которое имеет свою закономерность и последовательность. Малое зерно. Иешуа говорит, Царство Небесное похоже на малое зерно. Что-то незначительное, но имеет последовательность и свою закономерность. Говоря об этом, я не могу как бы просто так вам объяснить, что такое Царство Небесное. Я, наверное, и не смогу его объяснить. Но я знаю, что в нашей жизни, когда Бог делает что-то, мы чувствуем себя незначительными. Когда Бог прикасается к нашей жизни, мы иногда, не говорю все подряд, есть люди, которые чувствуют себя незначительными, потом мы попадаем под слой земли и становимся невидимыми, да, есть такие люди, вас ни во что не ставят, незначительными, вас не замечают, потому что вы уже погружены под землю, никто вас не видит. И когда по причине невидимых действий, которые Бог начинает в нас работать, делать что-то, мы становимся пренебрежительными. Когда мы не видим, что Бог делает, то есть мы чувствуем себя пренебреженными, мы чувствуем себя невидимыми, как будто никто нас не замечает, и когда мы переживаем, что ничего не происходит, мы начинаем себя вести пренебрежительно к Слову Божьему, Божьим откровением, Божьим направлением. Чувствуем себя незначительными, незамеченными и пренебрегаем Божьим последовательностью. Мы начинаем искать коротких путей для своего успеха. Друзья, скажу так честно, коротких путей к успеху Божьим нету. Нету. И невозможно. Наше возрастание в Боге часто путают с чувствами переживаний, застоя. Как я уже говорил, люди приходят и говорят, я не знаю, куда идти, я застоялся как будто в пустыне. Знаете, я скажу так, есть люди, которые, и мне их жаль, конечно, что они ставят индикатором переживания Божьего присутствия, когда по телу пробегает мелкая дрожь. Тут есть Господь. Или, ой, есть, нету. Мне жаль таких людей. Если переживанием бегания мурашек по спине это индикатор возрастания, я вам скажу, не всегда так будет. Не всегда так будет. Но самое большое возрастание будет не на поверхности твоих переживаний, эмоций, твоих чувств, но в невидимом, глубоком состоянии, когда ты оставлен, когда ты пренебрежен и когда ничего не происходит. Это самое то время, когда мы возрастаем. Царство Божье, как семя малое, положенное в землю, становится невидимым, оставлено на самовыживание. Так и сеятель не знает, почему, как оно растет. Как оно растет. Он пахал в поле, Он сеял, увлажнял, как и наша часть. Мы все делаем в нашей жизни. Мы увлажняем нашу жизнь, мы читаем слово, мы делаем все необходимое, но знаете, когда попадаем мы в состояние отвержухи, когда мы попадаем в состояние нас не замечают, тогда вот в этой темноте и происходит рост. Рост происходит тогда, когда тебя закопали. извините за выражение. Множество советов дают сегодня люди по разным причинам. Как прорваться в своем состоянии, как быть успешным, как сделать так, чтобы ваша жизнь изменилась. Чаще всего говорят, ты прости, прости всех. Или говорят, да ты освободись от этих привычек, просто плюй на них. Знаете, когда часто мне говорят о пророчестве, когда говорят, вот люди пророчествуют, слово какое-то от Бога, там и все такое. Где-то слово может быть такое строгое, какое-то наказание, или же изменение, ты должен измениться. Я верю, что Бог говорит таким образом, чтобы мы изменялись, но дальше всегда в своем писании, своем послании Бог говорит, как нужно измениться. люди говорят, что надо, а Бог говорит, как. Я хочу услышать причины, не то, что нам нужно измениться, да, нужно одно, второе, третье, но важно услышать, как измениться, дайте мне совет, как мне любить. Честно скажу, я не знаю, как. Как? Я не знаю, я не знаю, это происходит, наверное, как и Мирием, которая принимала от Святого Духа, говорила, а как это будет? А может апостолы, которые нужно было, им нужно будет накормить пять тысяч человек, а как это будет? Я не знаю, но я знаю, что Бог ответ на этот вопрос как? внутри меня знаете, крик, как Господи, как строить общину, как работать с людьми, как решать эти проблемы, как делать это, другое, третье, скажу честно, если бы я не был пастырем, я бы написал книгу «Как быть пастыром». Потому что часто приходят и говорят, ну, как бы так, только совет, только совет, только совет. Люди, которые никогда не несли служения, никогда не были ответственны за какие-то вещи, они почему-то у всех, у них есть советы. Наверное, в стране советов родились, поэтому есть советы всегда. А сегодня, знаете, какой у меня ответ? Будь открытым, молись Богу, и Бог ответит. Как быть пастором? почему я говорю об этом? До того, как у меня появились дети, я знал, как воспитывать своих детей. Но когда они появились, я кричал «Боже, как? как мне их воспитывать?» Ну, я, конечно, смотрю назад, что я наделал, я бы этого больше не творил, но на самом деле, что интересно, что те, кто еще не родители, они дают советы, как быть родителем, как воспитывать детей, что им говорить, как их наказывать, что им как бы вкладывать в них. Я тоже так думал, знаете, как бы я знал, как воспитывать детей, до того, как бы их начал иметь. Да. Внутри меня все орало, Господи, как? Как их воспитать? Как? Не знаю. Мой ответ не знаю. Я не знаю, как простить людей, которые сделали тебе зло. Я не знаю. Я не знаю, как прощать чтобы потом с ними где-то на темной уличке опять не встретиться, чтобы не попасть. На самом деле я не знаю, но в состоянии, когда мы говорим Богу об этом, что мы должны сделать то, что от нас требуется, последовательность. Сеятель вышел сеять, увлажнять их копать или там орать, или там что делать еще, пахать. Но что там происходит, не знают. Бог ищет непрофессионалов, незнатоков Писания, какими иногда мы становимся, честное слово. Я не говорю о том, что как профессия мы должны изучать Библию, мы должны быть умными, но иногда наше состояние умности доходит до состояния, что мы просчитываем, как оно должно сработать. Бог ищет простых, тех, кто вообще ничего не знает, как оно работает. Простая вера. Когда вы приняли Ишуа личным спасителем, вы не знали, как, вы не знали, что происходит, вы не вычисляли формулу успеха, но оно пришло и исцеление, свобода и успех. Каким образом? Каким образом? Я скажу честно, я не должен знать, как это действует. И я не знаю. Я не знаю. Если бы я напрягался узнать, как это происходит, то я бы не был бы сегодня здесь, вот сейчас. Я бы до сих пор бы сидел за чашечкой чая или кофе и изучал Библию, чтобы узнать, как. Но знаете, я здесь. Я не знаю, как работает вообще состояние, когда ты пришел, ключ вставил в машину, завел, как этот мотор, который работает, крутит колеса и привез с меня сюда. Я несколько дней готовил эту проповедь, и я изучал описание, я компьютер, я вижу клавиатуру, нажимаю на клавиши и появляются буквы, я не знаю, как они появляются, я знаю, что нужно нажимать на кнопки, но не знаю, как они появляются. Я не говорю, что я идиот, вообще совсем странный человек, что я принцип понимаю, но я не знаю. Кажет, ребе, учиться надо. Я еще раз скажу вам, я не хочу знать, как это происходит. Как это происходит. Концепт имею, достаточно, чтобы уразуметь процесс, но не понимаю. Это делает мои откровения, наверное, о Боге намного интереснее для меня лично. Я не говорю о вас, я не говорю, не пытаясь вам навязать какую-то такую концепцию откровения о Боге. Но я понимаю, что мой Бог, хотя мы понимаем концепцию о нем, он делает то, что он делает. И он производит ту работу, которая необходима. Я на компьютере написал, машина меня привезла сюда, туда. А как он это сделал, я не знаю. Это не останавливает меня от того, чтобы писать. Не понимая самого, как бы, как оно появляется, эти буквы на экране, не останавливает меня писать, изучать, готовить проповеди. не останавливает меня давать вам то, что я получил, то, что я читаю, и могу вам передать. То есть, я не понимаю, но это не останавливает меня в процессе делать то, чему я призван. Я знаю, что есть люди, которые говорят, Боже, я не знаю, как преодолеть эти трудности или эти ситуации. Я не знаю. Бог через Писание говорит тебе простую вещь. Ты не должен знать, как. Ты должен знать, кто это делает. Мы часто, мы часто, часто говорим, как оно должно произойти, но Бог отвечает все через Писание, ты не должен знать, как, ты должен знать того, кто может это изменить. знаете, честно, я хочу сказать, что мы столько много уже познали, и как бы хотелось это взять все и применить в нашей жизни. Если мы поймем, что семя, оно маленькое, оно всего лишь маленькое семя, которое наше семя, мы должны его посеять, но Бог, который приготовляет жатву, Бог, который сдает жатву, пусть наше незнание не препятствует нашему сеянию. Очень часто так бывает, мы перестаем быть активными, говорить о Боге, о его чудесах, о нем как личности, и мы перестаем сеять, потому что мы не видим результата, того, который мы хотели бы иметь, но пусть наше незнание, почему так не произошло, не останавливает нас от сеяния. хочу, чтобы вы понимали это. Продолжай сеять, продолжай молиться, продолжай верить, провозглашать, приходить на собрание, быть в доме молитвы, активным, продолжай сеять, независимо от обстоятельств, которые в твоей жизни проходят. Продолжай сеять, продолжай делать верное тебе дело, не давай на радость врагу потешиться твоим провалом. Дьявол знает, что Бог может сделать. Он знает, кто был Ишуа, кто есть Ишуа. Многие перестали сеять, как я уже говорил, потому что не знают, как оно даст им прибыли. они не знают, что оно принесет. Перестали сеять. Перестали. Поверни своему соседу и скажи, продолжай сеять. Добро, делая добро, что написано? Писание говорит, не унывайте, не ослабевайте. Евреям 11 глава 8, 10 стих, Авраам, веруя Авраам повиновался призванию идти в страну, которая имел получить наследие. Пошел, дальше что написано? Не зная куда идет. Услышьте? Услышьте? Авраам повиновался призванию, которое есть, идти в обетованную землю, обещание, которое Бог дал. он и шел и не знал куда идет. Вы можете поверить в это? Знаете, почему? Не знал куда идет? Дальше 10 стих, ибо он ожидал города, имеющего основания, который художник и строитель Бог. Авраам не знал куда идет, но знал кто его ведет. Авраам не знал куда идти, потому что он знал кто ему обещал это все. Я хочу чтобы вы уловили Евангелие Ишуа Мессии, который говорит о Царстве Небесном. Это как небольшой намек. Человек вышел сеять и от него не зависело сколько принесет это семя плода. Услышьте тоже. Многие прогнозируют успех или же провал. Многие прогнозируют. Но на самом деле, на самом деле мы не можем прогнозировать сколько семя принесет плода. Но есть люди, которые уже как сказал пытаются просчитать все. Но это непоследовательность. нельзя просчитывать то, чего ты не можешь предусмотреть. Бога просчитать невозможно. Бога заставить что-либо делать тоже невозможно. Другими словами, как у нас любят говорить в Одессе, чего вы ходите на куяльник мазаться грязью? Мы привыкаем. Я вам скажу так же привыкайте. Мажьте себя грязью, вкладывайтесь в землю. Я понимаю, что каждый, кто попадет, приготовляйтесь, но на самом деле дайте земле сделать свое дело на то, что она была сотворена. Позвольте жизни поглотить, не то, что как бы жизненная система или мира всего, пускай жизнь, Божья жизнь поглотит ваше семя. Если даже кажется, что вы отвержены в одиночестве, темноте и приходит состояние, что никому не нужен, никто меня не знает, ничего не происходит, я говорю вам, позвольте этим обстоятельствам взять вас, потому что не сеющий может прогнозировать успех, а то, кто его дает, дает. Ибо рост никогда не происходит от работника, то есть кто-то сеет. Но когда земля принимает сейм, она делает с ним то, что она хочет, то, что она хочет. Должно быть сотрудничество между работником и землей. Нас не снимает соответствие за нашу часть работы. Никогда не снималась ответственность. Мы должны быть бодрствующими, мы должны трудиться, мы должны браться за плух, мы должны поливать, мы должны сеять. Эту часть никто никогда с нас не снимал и не снимет. Но мы должны помнить и не впадать в крайность в ожидании успеха, потому что мы не знаем, как он приходит. Мы не знаем. Сеятель сеял, земля производила. В этом последовательность успеха. сеять или сеял, земля производила плод. Наше предназначение в этой жизни, я может скажу так, страшно, зависит от земли, куда мы попадаем. Наше предназначение, наш успех, он зависит от того, куда мы попали, в какую землю мы попали. поэтому я говорил о четырех видах земли. Я вам скажу так, земля это разочарование, незначимость такая великого человека, это чувство отвержения, а чувство безнадеги такой по жизни. Кто из вас эти слои проходил, переживания? Все. Знаете, почему? Потому что это закон, последовательность, который мы проходим. Вы скажете, а как насчет свободы, радости, Вишуа Мессия? Он же принес там полное освобождение. Да, действительно, нам нужно помнить, что мы призваны, мы свободные люди, но мы делаем то, что необходимо делать. Другими словами, как можно еще описать земля? Писание говорит о том, что ты из праха был взят и в прах вернулся, правда? Из праха ты был взят и в прах вернулся. Так что можно землю описать четырьмя словами прах. Прах это поражение, прах это разочарование, прах это абсурдность обстоятельств, которые нас иногда посещают. Прах это хаос, который нас иногда окружает. Я сделал так, вывод такой, что такое прах? Поражение, разочарование, абсурдность и хаос. Нам нужно позволить, чтобы Бог что-то сделал. Притча является не принципом, но, как я уже говорил, раскрытие тайны. Кто из вас читал эту притчу? Еще раз спросить. Когда вы читали эту притчу, что вы думали о сеятеле? Кто этот сеятель? Да? Кто? Молчок. Вы так каким-то странным моментом. Я сам думал, как многие люди. Я верил, что этот сеятель является Иисус, Ишуа, который сеет семя, которое свое слово, то, что он говорит, и оно дает рост? Кто из вас вот так вот чувствовал вот этот момент? Что действительно, что в других притчах оно идет намеком то, что Ишуа дает слово жизни, и оно прорастает и дает жизнь в будущее. Правильно? Когда читал эту притчу, я так и думал, пока не нарвался на выражение, которое меня остановило подумать так дальше, не знает как. Я подумал, он всезнающий, всемогущий, мудрость притворения всей вселенной и не знает как. Может быть, он на самом деле не о себе говорит? И может быть, рассмотреть эту притчу немножко, не так, как Ишуа вышел сеять семя, оно обдало свой плод и так далее, как бы подобное о земле. А, наверное, нужно посмотреть другими глазами, может, он говорит не о себе, а о нас, с вами. Говорит Ишуа притчи, как часть скрытого, глубокого откровения. Многие удерживали вообще Ишуа от страданий. Он как раз говорит эту притчу для того, чтобы все поняли не принцип, а откровение. Откровение, которое произойдет с ним через время. Его не хотели, чтобы он страдал и шел на крест. Они планировали с ним царствовать еще при его жизни. Но если он умрет, его распнут, конец движению, конец его царства, о Ишуа стоят перед Синдерионом и римским судом, вы знаете, что он ничего не отвечал тем, кто его обвинял. Его оклеветали, как многих из нас оклевечат. Его оплевывали, пренебрегали им. Он не был для них открыт, как Мессия, хотя он мог позвать к себе помощников, чтобы те сняли его с креста и указать на то, чтобы он достоин уважения. Но суть, которую он показывает в этой притче, говорит о том, что этому семени должно было положено в землю, во гроб, чтобы через время оттуда воскреснуть. Чтобы смерть произвела свою работу для нашего блага. А мы не знаем, как это произошло. Да, нам Писание говорит, что тем же Духом, которым Христос был воскреснут из мертвых, и вы будете воскресены. Но мы не знаем, как. Мы знаем о том, что произошло, но не знаем, как. Семя должно умереть, чтобы воскреснуть и принести плод. И этим плодом являемся мы с вами. И миллиарды других, которые пришли до нас, сегодня живут, и это семя воскресло из мертвых, чтобы мы получили то, что он имеет для нас. Я хочу вам сказать, что Ишуа не похоронили на приходе шаббата. Нет, Ишуа не похоронили до начала шаббата. Его посеяли. как семя, которое воскреснет из мертвых, чтобы нам с вами дать путь, дать решение вопросов Царства Небесного и жить жизнью, которой мы достойны. Хочу обратиться к тем, кто из вас разочарован, разбит. Вы верующие давным-давно. Ваша жизнь, как карусель, завертела, закружилась. Вы как будто на американских горках, то вверх, то вниз, то по асфальту. Как будто никакого выхода из ситуации нет. Вы можете разбить, разочарованный, униженный, безнадега, который вокруг вас. Этот прах, который поглотил вас. может может не знаешь как, но знаешь, кто сможет тебе помочь. Может, тебе не нужно разбираться, теологическим способом и методом Бог будет исправлять твою ситуацию. Может, тебе не нравится то, что я говорю. Может, то, где ты находишься, тебе некомфортно или неприятно, но не уничтожай то семя, которое ты посадил. Не вырывай себя из этих обстоятельств, которые ты попал преждевременно. Не вырывай, потому что ты не сможешь иметь этот успех. Как же тогда проходить все это? Не знаю. не знаю. Как Бог это делает? Я не знаю. Я знаю точно, что 8 глава 20 стих «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я не знаю, как, но я знаю, кто делает то, что в моей жизни происходит к благу моему. И мы часто фокусируемся на слово «благо». Мы хотим быть в благе уже. Вы понимаете, мы хотим нормально, как бы, по-человечески, кому не хочется жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Кому не хочется, чтобы все стало на свои места, не было таких обстоятельств, но я хочу вам сказать, действительно, я не знаю как, но я знаю того, кто сможет меня провести через это. Я не знаю. Я знаю, кто в этом участвует. Бог. Фокус в этом стихе не на благо, а на призвании. Мы часто фокусируем на благо, чтобы получим благо, когда проходим через ситуацию, а написано, что мы призваны, в первую очередь. Потому что я могу понимать, я могу не понимать, нахожусь я в этом благе или нет. Что для меня будет благом в этой ситуации? Часто люди говорят, когда прошли какое-то обстоятельство, это послужило мне на благо. А когда ты спрашиваешь, что происходило, мы говорим, пускай это благо только тебе принадлежит. Я такого блага не хочу. А мы счастливы, потому что в этом благе мы еще не понимали, что происходило, но Бог показал себя сильным. Каким образом? Я не знаю. В этом красота Евангелия. Что мы не можем просчитать благодать и милость Божию к нам. Когда произошел инфаркт, я не знал, как я это переживу. Честно. Я не знал, выживу я этих первых три дня или нет. Как? Но я знал, что тот Бог, который меня приводит, Он использует все те блага, тех людей, которые сделают необходимую работу во мне, в моем сердце. Я не знаю, как, но я знаю, того, кто. В нашей жизни должно быть то же состояние. Может, для тебя, в твоем обстоятельстве, это будет та вдова, которая спекла последнюю лепешку. Как? Но кто? А может быть, это тот ужин рыбака, который накормил пять тысяч человек? Малая, незаметная, всего лишь ужин рыбака накормил пять тысяч человек. Спросите меня, как? Не знаю. Ну, не знаю, я, как это получилось. Ну, я знаю, кто это сделал. Он взял, возблагодарил, говорит, ломайте, раздавайте. Почва. Нам нужна Евангелие, которое не указывает нам, как, а указывает на того, кто. Для нас нужна то Евангелие, с которым мы и начинали свой путь. Никак. А кто это делает? Откровенно говоря, когда ты встречаешься с теми, кто переживает неизлечимую болезнь или трагедию, поражение, может быть, банкротство, нам часто приходится молиться таких людей. И мне тоже приходится очень часто молиться за людей, у которых чувствуют неисцелимые болезни, приговоры с врачей уже реальные, которые не дают никаких шансов. Вы мне скажите, как мне молиться за них? Верой. Как? Я не знаю. Послушайте, я не знаю. Но что мы делаем? Мы пытаемся сказать им, все будет хорошо. Надейся на Бога. Всевак не все будет хорошо. А вы знаете, как оно будет? Но вы знаете, кто может помочь. Я говорю нам сегодня, чтобы мы, когда проходим в долине смертной тени, не задавали вопрос, как это получается? Как выйду из этих ситуаций? А говорили, кто может это изменить? Мы утешаем людей, когда у них рак, когда у них цирроз печени. мы молимся, чтобы Бог своим милосердием свыше произвел то, чего мы не можем. Чтобы изменились обстоятельства данной темноты, которой они упали. Потому что в этих обстоятельствах для людей мир погас, света нет. В этих обстоятельствах, когда все разрушено, нету надежды, безнадега такая, уже солнце по-другому светит, люди по-другому выглядят, для них уже безразлично, что будет завтра, в этой темноте, в этом дремоте, в этом ужасном состоянии, когда они отвержены, погружены и одиноки. Я не могу сказать им рецепт, как это должно произойти. но я верю в того, кто может это изменить. И всего лишь поблагодарив Бога оставить это в его руках. Опасность у многих из нас есть вот простой вещью. И каждый из нас это пережил. Заключается опасность в том, что когда мы сеем семья и земля не производит желаемый результат, у нас нет желания больше сеять. Друзья, я обращаюсь сегодня к вам и всем тем, кто смотрит наш прямой эфир. Между прочим, я знаю, что много людей смотрят, я не знаю как, я не знаю как, но зная, что там кто-то есть и смотрит нас. Я говорю о том, что опасность заключается в том, что когда мы сеем и сеем много и земля, в которой мы сеем не приводит долг или не должный, а ожидаемый результат, мы перестаем сеять. Особенно, например, вы пришли к другу, у которого четвертая стадия рака. Ты помолился, а рак не исчез. Ты вроде бы научен был всем тем вещам, которые в Евангелии пишут. Помните, да, мы говорили, ты должен сеять молитву, доброту, настроение, ты должен сеять. но мы думаем, что моя работа, это моя работа, а у Бога есть его работа. Мы иногда теряемся в понимании, кто что делает. Мы думаем, что мы и сеем, и пожинаем, и всеми погоняем. Мы думаем, что наша задача сеять, растить, сжать, это все наше. И работу, то, что Бог предназначил для себя, то тайную работу мы пытаемся свалить на себя. В этом опасность, что мы сеем много, не получаем ожидаемого результата, перестаем сеять. Сеять в людях, сеять Евангелие, и сеять в молитвы, сеять в доброте, сеять в сострадании. Мы перестаем это делать. Вы знаете, что вы делаете в этот момент, вы уже произвели похорон, вы уже закопали вашего соседа, ваших родителей, ваших знакомых, ваших детей, которые в наркомании, или привычках, или там проблемах, вы уже закопали, потому что вы перестали сеять. И Бог говорит о том, чтобы мы непрестанно молились, и за все благодарили. Как я уже сказал, мы путаемся понятия, где наша работа, где Божья. Мы должны возложить на Бога не Его ответственность, а взять на себя нашу работу. Не останавливайтесь на том, чтобы сеять. не останавливайтесь на том, чтобы делать то, чему мы призваны. Не останавливайтесь сеять в посещении. Не останавливайтесь сеять с добра, аж с горой. Сейте в жизни людей, свою жизнь. Сейте быть верным Богу. И скажу вам так, я не знаю как это произойдет. Но зная, что Он, кто производит нас желание, Он приведет нас до конца. Сегодня я как бы говорю мою проповедь, которая называется «Я не знаю как». Я не знаю как. Я с вами откровенен. вы скажите, у вас нет веры? Наверное, у меня нет понимания, как оно должно быть. Но я знаю точно, что тот, на кого я уповаю, у него ключи ада и смерти. У него есть истина, путь. у него есть ответ на мои вопросы. И он сделал все, чтобы дать мне возможность попасть в его царство. Услышьте меня еще раз правильно. Царство Божье похоже на маленькое зерно. Пренебрегаемо, одиночество, то есть оно упало в землю. И наверное вот сопротивляющийся наверное такой вот. Мы не понимаем, что оно дает. Тайна. Поэтому советую вам не уклоняться от тех ситуаций, которые вы проходите. Не уклоняйтесь. Не уклоняйтесь. Позвольте земле делать свою работу. Не сеятель производит колосья и сам урожай. Корень питаемый землей производит урожай, который жнет Бог, а мы им наслаждаемся. Давайте ставим наши ноги. 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израэль. Продолжение следует...